Ну что, всем здорова, всем привет! Это Emphasis, после небольшого перерывчика возвращаемся к нашим всем делишкам. На нашем канале мы обсуждаем продакшн, давки, плагины, технологии, апдейты, все что касается создания современной электронной музыки. Что сегодня будем делать? Сегодня будем обсуждать новый Reason 13 версии, на самом деле бету, потому что релиз 13 версии состоится ровно завтра, 18 июня, вот как у них написано. Но я что-то не дотерпел, прям жало, на самом деле давно хотел про Reason поговорить, особенно такой повод был, но у них там было одно то ли требование, то ли просьба, хрен просышь, что это было, они просили про бету, ну типа в публичном поле особо не распространяться. Не знаю почему, то есть, ну это единственная на моей памяти контора, которая так делала, потому что про бету FL, ну все там засрали весь ютуб, про бету Аблтона засрали в три раза больше, а типа про бету Reason никто, кроме там, ну типа самих каких-то, я так понимаю, разрабов особо не говорит. Ну короче, не важно, даже если они запретят мне, похер короче, хочется просто уже про Reason немножко потрендить, тем более, ну типа я последние, сколько последние получается, недели две юзал бету 13-го Reason, до этого у меня вообще так чудесным образом, благодаря одному хорошему, хорошему человечку Коле Aural Flow, надеюсь правильно, Коле, твой никнейм произношу. Кстати, подписывайтесь на его канал, тоже в телеге обязательно. Вот, образовалась годовая подписка на этот Reason, ну короче, поюзал я его, поюзал. Вот, ну и сегодня посмотрим, что там в дете апдейтнулось, да, там, что интересного, ну и какие-то более-менее общие слова про Reason тоже скажу для тех, кто, ну никогда с ним не сталкивался, да, то есть я вот уже вижу в комментариях, типа я когда-то работал, ну типа попробовал Reason, но никогда не понял, слишком сложно. Вот, посмотрим, может быть что-то изменилось. Так, ну что, давайте смотреть еще раз, да, то есть Reason это секвенсор полноценный, с которой, ну с очень-очень богатой историей, его история, ну просто, я не знаю, лет 20, наверное, есть, не больше, то есть это один из таких первых крутых секвенсоров, да, то есть его всегда главная отличная особенность была в визуале. То есть визуальная составляющая у Reason, ну это просто великолепие, то есть до того момента, как кто-то начал задумываться про нормальные, короче, там всякие GUI, ну типа график юзер интерфейс, да, то есть для своих там синтезаторов, плагинов, Reason, Propeller, Heads уже это, короче, делали, то есть это была главная их фича всегда. Ну и типа вторая главная фича, наверное, для меня, то есть может быть для кого-то это первая главная фича, это типа эмуляция рекового workflow, то есть ну вот как будто у тебя действительно вот этот настоящий рек, да, то есть ты там его там подключаешь все эти модули, можно еще перевернуть там посмотреть проводочки, то есть короче вот эта вот байда, она была, ну в основе Reason и очень много лет держалась, они даже вести плагины не поддерживали, то есть до последнего момента, вот пока уже совсем, я так понимаю, не дропнулись любые продажи, они, короче, просто, ну да, вот добавили аудио точно и еще и вести плагины добавили, но все равно, ну сразу говорю, на вести плагины, ну можно их в Reason использовать, но как-то вот они немножко неудобно сделаны, ну ладно, короче, можно. Ладно, давайте смотреть, что изменилось, так, ну во-первых, у нас обновился браузер, ну браузер, конечно, в Reason до этого был печаль беда, я говорю, вот посидел около месяца на, ну 12-м Reason, браузер вообще не нравился, он был слишком перегруженный всяким говном, ну такой он, в принципе, похож на облетоновский даже чем-то был, да, то есть просто все в одном, то есть тебе и плагины, ну или рэки, да, как в данном случае, там и сэмплы, и все, короче, все, что можно. Вот, сейчас они браузер, скажем так, разделили, то есть, во-первых, у них стал браузер отдельный, вот этот слева, да, то есть для инструментов и эффектов, то есть теперь любой девайс, да, то есть здесь вот отображается, ну встроенный девайс сразу отображается с картиночками, красивенькими, все nice, эффекты, поиск, все быстро, вот, utilities, короче, все можно быстро найти, shift, command, F, ну или control, F, сразу в поиск отправляет, короче, удобная тема. Раньше это было просто куча месива из всего, вот, а для браузера отдельного сэмпла, да, то есть они завезли вот эту вот отдельную вкладочку, теперь браузер, который, ну вот, давайте оценим, дизайнерское решение, то есть вот если браузер не открывать, то есть у нас все в Ризане в одном окошечке, да, типа, по идее расположено, вот, микшер в одном окне, рек в одном окне, секвенсер в одном окне, до которого мы еще дойдем, да. Нажимаем браузер, браузер открывается, сука, в отдельном окне. Почему? Я в упор не понимаю, то есть почему вот, ну, типа, такое расхождение в, ну, вот, общем дизайне, да, то есть программа, почему браузер не открывается, я не знаю, ну, как дополнительная панель какая-то снизу, там, сверху, сбоку, ну, где-нибудь. Почему это именно отдельное окно? Выглядит максимально хреново, если честно, ну, так вот, на мой, на мой взгляд. Ну, да ладно, вот, что в браузере завезли? В браузер завезли теги, теги. Если вы смотрели мой обзор на Ableton 12, да, то есть и на бету, и на релиз, я на теги, в принципе, ругался, потому что, ну, типа, теги, ой, ну, тупые теги, короче. А это говно полное, то есть просто параша бесплатная. Ну, о чем я говорю, да, то есть о чем тупые теги? Хорошо, когда у нас есть теги, ну, и типа нам нужно найти по тегам какой-то, ну, там, допустим, инструмент, ну, не знаю, пиано, да, например. Вот, то есть хорошо, когда эти теги расставлены уже кем-то, да, то есть вот мы можем, например, выбрать, там, пианинка, ну, допустим, там, не знаю, темная пианинка, там, темная мягкая пианинка, ну, это все зашибись, короче. Проблемы начинаются, когда ты начинаешь делать свои инструменты, да, то есть или, например, использовать какие-то, ну, допустим, сэмплы, у которых нету тегов. То есть, ну, вот, допустим, у меня вот есть там драмлупы, да, то есть где теги не проставлены. И что делать в этом, мать его, случае? То есть, ну, Ableton точно такое же дерьмо на самом деле имеет, хотя они хоть чуть-чуть, мне кажется, побольше подумали, чем ризоновцы, потому что Ableton, ну, чуть вроде пытается хотя бы по, ну, на плагины автоматом проставлять теги. Здесь вообще забей, то есть ни одного, ну, типа какого-то анализа, да, там, анализатора, что это за звук, что это такое вообще, то есть, ну, типа автовыставления тегов, да, например, вообще нету. То есть, например, вот у меня драмлуп, у него ни единого тега. А что бы надо было сделать? Ну, по моему мнению, да, чтобы это все заработало, ну, действительно правильно, действительно круто. То есть нужно было интегрировать, ну, либо какое-то минимальное машинное обучение, да, в плане того, что если, допустим, на сэмпле написано драмлуп, то есть в имени его файлика, там хотя бы бы сразу бы проставлялся тег, ну, там, не знаю, драмс, да, то есть, ну, что-нибудь, короче, такое, что дает понимание, что это, ну, типа, можно будет потом найти по этому тегу, да. То есть, а еще лучшее какое-нибудь, ну, более детальное обучение, то есть, либо аишечка, вот как, допустим, в всяких сэмпл-менеджерах, то есть, чтобы он анализировал, ну, типа, желательно, конечно, очень быстро, но уже как получится, да, то есть анализировал сэмпл, выставлял ему вот эти всякие, там, характеристики, типа, digital, duty, evolving, да, то есть, ну, и расставлял теги. Если бы это было так, то я понимаю, ну, а так это, конечно, полная херня лично, на мой взгляд, эти все теги. Ну, хорошо, есть у нас теги теперь, вот, можно по тегам искать, сужать, поиск, но еще раз, это работает только вот для, ну, типа, встроенных сэмплов. Ну, я не знаток Ризона, сразу говорю, я так и не нашел привязки браузера к темпу проекта, ну, предпрослушки, то есть, например, если у меня проект, у меня 120 BPM, да, то есть, я его там включаю и включаю на play, не синхронизируется, не синхронизируется. Для меня это прям дикая печаль-беда, не знаю, почему Ризоновцы, пропеллер-хедовцы, до сих пор это так, ну, не сделали, почему они игнорируют привязку к BPM. Ну, так, браузер ок, то есть, ну, больше он напоминает просто стандартный браузер любого, абсолютно любой давки современной. То есть, тоже есть вот шорткатсы, тоже есть, ну, типа, всякие места, да, как они называются. Единственная моя претензия, ну, теги хрен с ним, да, то есть, нормально. Единственная моя претензия, почему в отдельном окне? Возможно, что я понимаю, почему в отдельном окне, потому что, типа, они хотели сделать такую херню, ну, допустим, там, не знаю, синт какой-нибудь, да, там, набираем, ну, неважно. Вот, и ты, типа, вот так вот можешь их раскидывать, то есть, например, не закрывая браузер, да, то есть, ну, типа, раскидывать их по, ну, драгон-дропам, короче. Но это все равно, правда, не особо отменяет, почему нельзя было просто вот где-нибудь, ну, где-нибудь тут его поставить. Ну, странно, короче. То есть, если это новая фича прям мажорного апдейта Ризена, то, ну, как-то даже не очень, довольно печально. Давайте прочитаем, что они пишут. All patches samples and loops are now in one place. Потрясающе. Так, находи свой, так, идеальный звук, просто напиши, и браузер все тебе подскажет по тегам, но не работает на сторонние сэмплы. Извините, только на встроенные, ну, спасибо большое. Спасибо большое не надо. Вот, ну, а на браузер все равно более-менее приятный. Так, секвенсор. Вот это самая главная вещь, которая мне, ну, мне нужна была в Ризене, потому что 12-я версия Ризена, это, конечно, дикая боль, ну, в плане того, что в одном окне, там, ну, не поработаешь. Вот, теперь посмотрите на этот сексуальный Ризен. Ну, ну, круто же. Ну, круто же. Офигенно, по-моему. То есть, можно, допустим, взять какой-нибудь, ну, давайте сэмплик возьмем, сюда закинем. Единственное, правда, конечно, очень сильно на Cubase стало похоже. То есть, вот, как будто бы Cubase, Cubase-ович. Вот, и добавилась вот эта вот еще нижняя панелька дополнительная. То есть, я даже не знаю, на что похоже. Похоже на какой-то облетон, смешанный с Cubase-ом. Вот эта вот херня похожа на Cubase, вот эта похожа на облетон. Он, ну, короче, нравится. То есть, вот как выглядит, прям, ну, шикарно. Шикарно, я бы даже сказал. Очень приятно, очень круто. Единственное, что я не фанат вот этих здоровенных каких-то бордеров, да, типа, ну, окантовок, как это, короче, называется. Вот, но очень даже, очень даже годно теперь это выглядит. И, заметьте, это выглядит как обычная давка. Наконец-то Ризен вроде как дошел до того. Ну, для кого-то, конечно, огромный минус, да, потому что все-таки, ну, фишка Ризена была в том, что он никогда не был обычной давкой, вот. Но теперь Ризен это вот вроде как вполне себе может быть полноценной, похожей на стандартные давочки, да. Только единственное с отличием, что у нас там, типа, ну, вместо плагинов есть вот эта вот стойка рэковая, к которой мы можем всегда прийти. Ну, и микшер, да. Да, то есть, короче, очень круто стало выглядеть. Действительно прокачали, приятно прям смотреть. И это правильное, ну, с моей точки зрения, да, правильное решение, потому что это поможет как раз еще раз новую аудиторию. То есть, те, кто Ризен как раз игнорировал из-за того, что он слишком для не такусиков, да, то есть, ну, и хотелось просто более-менее линейную давочку, вот. Ну, теперь это вроде как есть. В чем проблема, да, ну, как мне кажется, по крайней мере. Проблема в том, что работать в одном окне до сих пор боль. То есть, допустим, если мне нужно, вот, ну, я, например, хочу добавить новый синт. Нужно мне этот открыть синдизатор, чтобы в нем, ну, типа, так, конечно, играть уже можно. Все круто, все играю. Вот, но если мне нужно открыть, мне нужно на него нажать два раза, он вывалится вот в этом рэке, который в моем разрешении, то есть, у меня, ну, разрешение Full HD, читай, нужно всегда мотать. То есть, нужно мотать, закрывается полностью опять этот несчастный секвенсор. То есть, и вот как, как работать, да, то есть, я, ну, я вообще не понимаю. С моей точки зрения, да, то есть, что могло бы решить проблему, это эксклюзивное, например, переключение на, ну, на эти вкладки. То есть, например, не чтобы я вот должен был, вот, у меня секвенсор открыт, да, например, вот, типа, ну, как я в давочке любой работаю, типа, там, Wable-то, например, да, вот. И мне просто под нажатию одной клавиши, ну, тут F6, да, то есть, неважно, открывался бы только REC, то есть, закрывался бы секвенсор и открывался бы REC, ну, то есть, чтобы я вот не видел вот этого ничего, то есть, вот, у меня был чисто вот такой секвен, ну, типа, это трековая стоечка, да, то есть, ну, это было бы более-менее красиво, то есть, типа, туда-сюда переключаешься. Но я не нашел, то есть, ну, вот, как именно нажатием каких-то клавиш, вот, открывать только то, что тебе надо, да, то есть, открывать и закрывать. То есть, единственное, что, ну, я нашел, что показалось более-менее рабочим, это, например, открытие в отдельном окне, то есть, допустим, вот, если ты открываешь REC, например, в отдельном окошечке, вот так вот, и уносишь куда-нибудь, например, на второй монитор, но у меня нету, блядь, второго монитора в этом проблема, и тогда все становится красиво, то есть, вот, допустим, даже если просто на, ну, в одном окне, да, это вот расставить, вот, допустим, вот так вот, то есть, просто типа, типа, заэмулируем, как это, ну, могло быть, если бы, ну, они прислушивались бы, например, таким, как я. Вот что-то типа такого. То есть, чтобы не закрывался или хотя бы, там, не знаю, ну, не скукоживался так сильно этот несчастный секвенсор, рэк было видно, ну, так, чтобы в него влазило, не проматываясь. То есть, чтобы он не сверху, либо снизу открывался. Сука, ну, у вас вертикальный лояут, открывайте его вертикально, блин, на всё окно, а не горизонтально вот в этой щелке. Почему так, нахуй? Ну, сверни. Ну, понятно дело, что да, можно свернуть. Типа, свернул, развернул. Неудобно, потому что, ну, типа, я как, по крайней мере, понимаю, ну, или мне так кажется, не знаю, я, ну, говорю, не шибко за современным ризоном следил, что, ну, они хотели одноконный интерфейс. Ну, то есть, всё об этом говорит, то есть, всё в одном окне, да. Но почему-то многие решения, они вот против этого, короче, против одноконного интерфейса. То есть, ризаный хорош, прям вот, ну, вот так, мега-охеренен, я прям представляю, на трёх мониторах. То есть, допустим, вот на одном мониторе у тебя секвенсер, на втором рэк, а на третьем микшер. Вот тогда кайфарик. Вот тогда, да, кайфарик. Будешь как мистер кулхакер вот так сидеть у тебя, типа, здесь монитор, здесь монитор, здесь монитор. Ну, моё почтение. Тогда я, ну, мне кажется, что это будет очень круто, конечно. Но если ты холоп-крестьянин с одним монитором, как я, то, как говорится, сворачивай и всё, или терпи. Не знаю. То есть, ничего не понял, в чём прекол был такого решения. То есть, хотя бы, я говорю, просто бы сделали эксклюзивное открытие одного из, ну, одного из областей. То есть, только рэк или только секвенсер, или только микшер, короче. Тут, смотрите, даже зум, как в кубейсе. Вот эта шкала теперь вообще как в кубейсе, ну, типа, шкала тактов, да. И вот эта верхняя вся область тоже как в кубейсе. Вот эта на ибл там похожа. Не, ну, ну, круто. Молодцы. Так, давайте посмотрим, что ещё есть интересного. Да, кстати, есть ещё темка стоит чёрненькая. То есть, ну, в чёрненькой теме, как мне кажется, лично мне кажется, что гораздо более сексапильнее Ризан смотрится. В белой теме, ну, какой-то колхозной немножко. Ну, хотя, кому как. Так, ну, вот они тоже говорят, что, ну, теперь выглядит кайфово. Ну, да, теперь выглядит гораздо лучше. Просто похоже на стандартную давку. Ну, да, действительно, выглядит лучше. Так, какие-то новые звучки. Это окей. Так, новый синт. Называется Политон. Ну, давайте добавим этот Политон. Вот такой вот Политон. Давайте погромче его сделаем. Ну, как вам сказать. Вот он вот так вот выглядит, да. То есть, этот Политон, Политон, это самый дефолтный, абсолютно, ну, не знаю, пока вот ничем не примечательный. Мы сейчас послушаем, конечно, Резонанс тоже послушаем. Но вот так, ну, типа, с ноги ничем не примечательный просто тупо очередной аналоговый синт, коих и так до жопы было в Ризане. Ну, ладно, ладно, пока не ругаем. Давайте слушать. Давайте сейчас я сдропну на дефолтный пресет. О, можно, можно состарить. Вау. Ну, ладно, ладно. Так, ну, давайте послушаем Резонанс. Пока без настроек дополнительных. Просто... Так, только надеюсь, там не сильно громко. Слушаем. И что? И что? Я должен был услышать. Давайте для сравнения, ну, я не знаю, какой-нибудь любой, да, другой, допустим, синт поставим. Так, давайте новый браузер заюзаем, ну, допустим, Диву. Послушаем ее Резонансик. Так, просто для Прекола, да. То есть, ну, я не знаю, какой конкретно Политон синтезатор типа эмулировал, но давайте вот Дивы. Так, и наш Политончик. Ну, характер имеется, короче, но все равно. Ладно, звук, в принципе, у многих Резоновских синтов, ну, в Риле неплохой. То есть, ну, я вообще не согласен абсолютно с теми, кто говорит, что это фу, пластмассовый звук. Не-не-не, звук не пластмассовый. Давайте посмотрим, что же в 2024 году, да, то есть, решили добавить парни из Propeller Heads. Ну, двухосцилляторный синтезатор, да, с фильтрами, одним, двумя, ну, по-моему, одним. Ну, его главная фишка, это типа в морфинге пресетов. Вау, дэмн, бой, никогда такого не было, что можно аж целый iB, это как бы два разных синтезатора, и можно между ними морфиться кроссфейдом. Ничего себе, вот это да. Ну, ладно, это прикольно, на самом деле. И все, и все, никаких тебе там приколов с МСегами какими-нибудь, хотя бы, ну, хоть что-нибудь. Тут даже, ну, типа формы волны, вот просто самые примитивные. Я не понимаю, вот объясните мне, объясните мне, на кой черт кому-то нужен еще один, ну, типа старперский абсолютно, со старперским workflow, со старперским звуком, ну, с возможностями синтезатора. Кому нужен в 2024 году гребаный вот этот новый синт? Учитывая, что у самого Reason'а уже есть просто до жопы хороших синтов. Это просто даже во встроенных, да, то есть, ну, типа, даже не надо там какие-то дополнительные рек-экстеншены ставить. То есть, допустим, монотон, ну, монотон, политон, точнее, это просто, типа, ну, полифонический монотон, открою вам секрет, да. То есть, да даже, блин, старый, добрый, если честно, и торта крутой был, да даже субтрактор крутой был. Я помню, ну, на нем столько было написано, так, крутых басов. Ну, короче, короче, непонятно. Непонятно, почему именно такой выбор был вот ими сделан. Давайте посмотрим, что они пишут. Synth Lover Synth is favorite vintage hardware. У нас был крутой vintage hardware, да, это наш любимый. Мы, типа, заэмулировали его и вам продаем. Не знаю. Ну, давайте послушаем хотя бы, как звучит, блин, хоть что-нибудь. Я просто не понимаю именно прикола, почему это было выбрано. StuffPix, допустим, да. Субтитры сделал DimaTorzok Оу. Ну, да, это тупо очередной, еще один аналоговый синтезатор, коих просто миллиарды. Вот вроде в нужную сторону резиновцы пошли, как мне казалось, да, сначала, но нет, оказывается. Вот, но тут не все так печально, то есть, конечно, у них есть просто до жопы крутейших, ну, rec extension'ов, которые, типа, да, их нужно отдельно не то, чтобы покупать, их нужно там в подписочку вписываться. Ну, короче, поговорим про это. То есть, например, вот этот Object, типа, очень крутая штука, очень интересно моделирующий синт, короче, всем советую. Ну, вообще, у них довольно много этого всякого интересного реле крутого, ну, крутого стафа, но вот этот новый синт Polyton, ну, это просто параша бесплатная. Извините, вообще не понравилось, не знаю. Не знаю, почему это добавили. То есть, ну, по крайней мере, в мажорном апдейте это вынесено прям как вот у нас новое. Вот 13-ый Reason вышел, вот у нас новый синт, который, ну, даже бесплатно, если честно, никто бы не забрал. Не знаю, может, я, конечно, ошибаюсь, может быть, он потом раскроется, надо дать время. Так, ну ладно, давайте посмотрим, что еще есть. Новый Space Delay, который называется Ripley, да, получается. Ну, давайте его подконнектим, Ripley Space Delay, к вот этому, ну, давайте к стандартному уже этому Polyton. Так, ну, Space Delay мы уважаем, как бы Space Delay, там, Роландовский всякий, да, Space Delay, это вообще классика жанра. Тут он выглядит прям, ну, довольно-таки мощно. То есть, тут тебе и всякий Noise, Distortion, Digital, Wobbler, Space. Ну, давайте потыкаем пресеты, посмотрим, насколько сам дизайнерский потанцевал у нас имеется. Давайте в новом браузере попробуем это потыкать. Может быть, распробуем новый браузер. Так, ну, что-то у нас есть, ну, давайте Staff Picks, Staff Picks Delay. А есть чем саунд-дизайнерское, прямо, чтобы саунд-дизайн попер, да, ну, секвенс. Так, ну, ладно, давайте попробуем сами, короче, покрутить что-нибудь, что у нас тут есть. Количество повторений. Реверпчик, ну, все как в раунд, типа, Space Echo, да, LFO, матрица, нифига себе. Так, Follow Input, так, два LFOшки, Feedback Filter. И дакер есть. И эквалайзер есть. О, заводится, заводится. Нет, слушайте, вот, в отличие от поли-тона, да, то есть синта, этот дилей гораздо более фановый. Это просто с самой дефолтной пилой, да, то есть такой звук. Короче, ну, вот это, вот это получше, заметно получше, чем, конечно, ну, синтезатор Polytone. Интересный дилей. Еще один вопрос, пожалуйста, господа ризеновца воды, или как вам, ризеноводы, как вас правильно называть. У вас что, дилея не было? У вас не было дилея в, ну, в ризене до 24-го года никакого, или что? Ну-ка, подождите, сейчас вот посмотрю по стандартным наборам, да, то есть что тут было? Какой дилей у вас был вообще, получается? Вот этот, что ли, Digital Delay Line? Это вот, это вот вы такие бедные. Я когда ризен 20 лет назад первой программы использовал, он уже был, этот DDL-1. А что, а какой, а какой у вас дилей-то был? А, ну вот The Echo, да? Вот, а, ну вот это вообще, это копия Roll On Space Echo. Подожди, а это тогда копия чего? Блин, какого хрена? Подожди, тут не написано, что ли? Ну да, вот, вот у вас был дилей, получается. Вот этот вот вполне себе The Echo. Да и дакер у него был. И звучал он, кстати. А неплохо он звучал. Подожди, а ревер, ревер тут был? Ну, такой, у него, да, есть характер, это Roll On Space Echo Delay, но это, конечно, помощнее. Опять же, непонятно. То есть, вместо того, чтобы добавлять что-то там, ну, не знаю, впечатляющее, интересное, да, там, какие-то крутые, ну, не знаю, что-то современное, там, Wavetable Delay, например. Не знаю, почему нет. Ну, то есть, можно что-то прикольное придумать. Ну, просто еще один дилей. Ну, да, круто. Он, конечно, гораздо лучше, чем Polyton. Ну, мне, по крайней мере, понравился. Но, не знаю. То есть, только если у вас дилеев, вдруг, каким-то образом до этого не было. Вот. Хотя, все равно, приятное впечатление произвел. Еще раз. Я ни в одной давке, по-моему, в мажорных апдейтах, ну, типа, вот с 12 до 13, это мейджор апдейт, да, то есть, это, типа, большой апдейт, это, ну, большое событие для любой давки, получается. Вон, Logic недавно с 10 на 11 апдейтнулся, там, вау, там, столько этих апдейтов было, хотя, Logic говно все еще. Да, это, конечно, спорное утверждение, но не важно. А тут, ну, типа, дилей? В мажорном апдейте один синтезатор и дилей? А что так мало-то? А что так мало? Почему мало-то так? И что, причем, ну, ничем особо не выдающийся? Ну, ладно, хорошо. Так, извините, извините, господа, я серьезно, абсолютно не хотел срать Reason, то есть, я, ну, наоборот, только хотел... Ну, ладно, я к этому еще перейду, то есть, скажу, что, в принципе, он, наоборот, ближе к людям-то стал, в итоге. Так, Reason Tools. Сайдчейн Tool. Так, появился у нас, наконец-то, адекватный, просто обыкновенный, ну, типа, эмуляция, там, не знаю, шейпер-бокса, что угодно, там, дака, да, то есть, ну, типа, для того, чтобы делать быстрый сайдчейн. То есть, например, то есть, кидаем его на любой синт. И получаем этот старый добрый фейковый сайдчейн, который, в принципе, ну, в большинстве случаев-то и как раз и пригождается. Работает, кстати, очень приятно, очень много чего можно настроить, то есть, вообще, тупо даже не нужен никакой теперь, там, ни дак, ни шейпер-бокс. Не, вот это вот кайфарик, причем можно еще мультибенд-режиме делать, ну, вот это вот мое почтение, вот это вот хорошая штука. Триггер, сайдчейн, от реального сайдчейна может триггериться. Сэндмод, ну, вот, вот это, над этим поработали. Видно, видно, что поработали. Слайд. Вау, двигать можно. Не, 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 вот эта штука прям дико кайфовая. Так, а что у нее есть сзади? Уууу, так тут еще куча CV инпутов и аутпутов, твою ж мать, так тут нужно замодулировать еще до жопы. Ну, вот этот, вроде как, сайдчейн тул, действительно хорошая штука. Действительно хорошая. Мне кажется, давно в Ризане такого не хватало. Да, блин, во всех давках, на самом деле, должны быть уже встроены вот эти вот, ну, типа, сайдчейн без сайдчейна. Да, то есть, такой, типа, Volume Modulation. Вообще, конечно, по-хорошему, это было бы не только Volume, но хотя бы там на какой-нибудь еще фильтр катов. Ну, то есть, допустим, сюда можно было бы добавить еще, кроме громкости, ну, тот же фильтр хотя бы. Хотя бы Low Pass. То есть, это бы тоже пригодилось. Вот, но штука вот, ну, прям хорошая, понравилась. Так, что еще есть? Они добавили еще, так, новые утилити. Получается, у нас еще Gain Tool. Gain Tool это тупо громкость. Громкость, ширина. Ну, короче, если вы работали в Ableton, например, да, то есть, или в Битвике, у нас там есть Tool, Utility, она так и называется. Это вот то же самое. То есть, просто базовый функционал, там, ну, любого Channel Strip. Хотя, я не понимаю. То есть, вот, объясните мне еще раз, пацаны, кто в Reason работает полноценно, постоянно. Это все, вот то, что есть в Gain Tool, это тупо, ну, копирка того, что есть в микшере. А как же ваш аналоговый workflow? Я стесняюсь спросить. То есть, ну, а как же вот заходить в микшер, тут вот делать, там, ну, ширину поменьше, громкость управлять, да, то есть, input. Тут почему, ну, ну, или какими-то другими, да, то есть, не знаю, ну, вот, вот, как раньше, допустим, добавляли. Я помню, когда я работал, то есть, типа, я брал и добавлял, например, еще один микшер, чтобы вот здесь что-то доработать. Такой саб-микшер, короче. А что, а что, все, а казуали ли получается? То есть, теперь у нас просто есть Tool, как у всех? Ну, не, я одобряю, я полностью одобряю этот подход, потому что действительно, вот, разбираться вот в этой вот, ну, извините меня, полнейшей вот дичи, да, то есть, ну, типа, сколько тут ручек? Да, их можно отключить, да, можно убрать там все, кроме этого фейдера, например, да, то есть, допустим, но все равно. Ну, это больно, ну, какие аналоговые микшеры в современном мире, да, то есть, ну, только для староверов, только вот для, если вы, ну, прям вам это очень нравится. То есть, зачем, зачем вот это было дублировать, ну, наверное, для новичков, то есть, мне так кажется. Так, ну, еще один, да, то есть, еще один новый эффектик, он называется у нас Stereo Tool, это стереорасширялка, вот это тоже очень хорошая штука. Так же, че, микшеры там убрал, что ли, да, видс убрал. Вот, потом, пойди найди, где у тебя, почему у тебя в моно звук играет, это маленькая вот такая, вот такого вот размера с гулькин член, просто, ручечка, которая все, все испортила. Ну, мое почтение, как говорится, за workflow. Так, да, вот, типа, берем и расширяем. И оно расширяет. И Low Bypass можно, ну, то есть, низ, например, не расширяет, да? Это, причем, ну, типа, псевдо-стерео, насколько я понимаю, ну, давайте затестируем для прикола. Во. Ну, стереорасширяем, действительно, так, а если, допустим, проверим, как это будет работать в моно, то есть, ну, остается ли это псевдо-стерео моносовместимым? Ну, да. То есть, как в моно, так и в этом псевдо-стерео также остается, ну, окей. Нормально, хорошая тоже штука. Ну, вот, вот эти вещи более-менее здравые. То есть, действительно, вот, сайдчейн-тул крутой, гейн-тул давно надо, стерео-тул тоже давно надо было. Единственное, что я, еще раз говорю, если есть среди вас такие заядлые пользователи, скорее всего, это все уже есть в REC-экстеншенах давным-давно, да, то есть, ну, типа, я молчу про килохерцевский, например, пак REC-экстеншенов. Ну, окей, теперь есть, собственно говоря, встроен. Итак, что мы имеем по итогу, да, то есть, еще раз, мажорный апдейт, мажорность. Был 12-й, стал 13-й. Это большое событие у любой давки. Браузер, ну, с тегами, которые работают наполовину, как мне кажется, или, по крайней мере, вообще не так, как современные теги должны работать. Еще раз, никаких тегов без машин лернинга, даже близко, это все срань полнейшая. То есть, только будете вот заперты в рамках своих, типа, одобренных, вручную проставленных теговых сэмпл-паков или там чего угодно, это все залепо абсолютно. То есть, теги должны проставляться автоматом, это очевидно. Вот, ну, пойдет, браузер ок, только странно, почему в отдельном окне. Так, тег говно, как мне показалось. Ну, я в Ableton, если честно, теги тоже говном признал. Теги, фэлочки, везде они, короче. Не знаю, теги не мое. По крайней мере, пока они не станут умными. Секвенсор, мое почтение. Хороший апдейт. Действительно, ну, единственная чуть ли не стоящая вещь, ради которой надо апдейтить до 13-го Ризона. Работа с ним становится приятней. Но, опять же, я не понимаю. Не понимаю, почему такой вот странный какой-то полуодноконный интерфейт. Ну, типа, явно, что они пытались делать какой-то workflow в одном окне. Но невозможно работать. Почему открывается REC с вертикальным workflow, сука, горизонтально? Почему не вертикально? Почему я не могу его поменять даже местами? Не знаю, может быть, могу, я, может быть, отуплю, может, что-то тут переносится. Но почему горизонтально-то? Ну, какого хрена? Ощущения вообще непонятные. Просто абсолютно нелогичное решение. То есть, ну, вот, открыли бы хотя бы, ну, вот, вертикально вот здесь. Вот просто вот во второй половине, да, вот правой или левой половине. Все, все решилось бы. Или сделали бы хотя бы эксклюзивное открытие и закрытие, типа, какого-то одного, одной области. Но нет, они всегда открываются. Вот нужно обязательно что-то закрыть, прежде чем открыть следующее. Блядь, бесит неимоверно. Ну, обладателям трех мониторов или двух хотя бы повезло в этом плане. Тут, конечно, ну, хорошо будет, хорошо работает. Но все равно апдейт, ну, секвенсоры хорошие. Понравится. Выглядит действительно классно. Вот. Но, говорю, еще раз, похоже просто на, ну, стандартную давку. Ну, это одобряем. Лично я одобряю. Новые звуки, да хрен с ними. Звуков старых полно. Политон, ну, не знаю. Как бы только, только если вам почему-то каким-то образом мало еще обычных аналогов нетных всяких старческих престарелых синтезаторов. Я не знаю ни одного такого человека, кому этого мало. Но если вдруг вам все-таки мало, то вот политон, ну, окей. Сможете морфинг пресетов. Из одного престарелого пресета в другой попереключаться. Ммм, классно. Ставьте, ставь класс, как говорится. Так, Ripley Space Delay пойдет. Ну, хорошая штука, действительно. Интересно возиться. Фаново. Мощно. Но дилей. Бать. Дилей в 2024 году никому не упал. Новый. Вот эти Reason Tools отличный апдейт. То есть, вот они из апдейт-секвенсора. Это, ну, действительно, по моему личному мнению, скромному, кто я никому не навязываю абсолютно. То есть, пожалуйста, кто будет смотреть потом видео по Reason, ну, сразу, говорю, пуканы охлаждайте. Потому что я, говорю, я на Reason смотрю со стороны. Мне, если понравится, я бы на него с удовольствием перешел. Потому что мне он, ну, мне он близок. Я его люблю в какой-то степени. Я на нем очень много треков написал. И вообще, концепт вот этого, ну, типа, в одном месте все есть. Мне тоже нравится. То есть, я бы не хотел миллион плагинов иметь. Ну, типа, мне нравится вот когда все равно. Но, блядь, ну, это вообще не тянет на тринадцатый апдейт. То есть, ну, максимум это на какой-то двенадцать, там, какой он был последний. Я не знаю, двенадцать один, двенадцать два. Какой новый апдейт? О чем? Почему так долго? Почему так секретно это было? Непонятно. Непонятно. Вот. То есть, Reason, вот, давайте посмотрим, сколько стоит сейчас Reason вообще, да? Так, заходим в Shops. Ну, Reason стоит подписку. То есть, если вы хотите все нормальное, да, например, то есть, допустим, иметь Reason Rack, ну, типа, Complete Reason Rack, да? То есть, я так понимаю, иметь плагин Reason Rack VST, то есть, для вашей давки. Кстати, ну, тут я сейчас это скажу, да, то есть, Reason реально может быть, ну, практически, must-have выбором для любого продюсера, даже если в нем не работать потом. Ну, сейчас скажу. Да, стоит это двадцать баксов в месяц, ну, либо месяц полностью первый за единичку. Раньше вообще, по-моему, бесплатно было, можно было фармить просто новые почты. Ну, а новый Reason стоит пятьсот баксов, да? Вот. То есть, за эти пятьсот баксов, ну, можно получить довольно много. То есть, можно получить огромный набор просто каких-то шикарных эффектов. То есть, многие, конечно, из них престарелые. То есть, я вот, как вот вспомню, вот этот Scream 4, блядь, он был во втором. Еще Reason, по-моему. То есть, не знаю, он такой престарелый. Но есть и хорошее что-то. С другой стороны, не могу сказать, что прям много этого. То есть, синтезаторов, да, то есть, ну, сколько раз, сколько, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, типа, это не запредельное количество. То есть, без рек-экстеншенов, да, то есть, это не запредельное количество. Это просто, ну, хороший набор, да, то есть, встроенных эффектов, встроенных инструментов. Вот. Да, да. То есть, я бы не сказал, что это оправданная цена, то есть, все-таки. То есть, в какой-то момент, я помню, ризеновцы, они подняли свою цену заметно. То есть, он стал, он стоил дешевле. Он гораздо дешевле стоил. То ли 300, то ли чуть такое. Ну, короче, дешевле конкурентов. А потом они единомоментно подняли до хрена, вот, типа, до пятихатки, да. То есть, ну, естественно, понятно для чего, потому что они именно с этим поднятием вели подписочную свою херню, да. То есть, подписку сразу, я говорю, любая подписка отправляется лично у меня в мусорку нахер, потому что меня дико бесит вот этот сам счетчик, да, сам таймер. То есть, я вот, например, я говорю, мне подарили, я считаю, подписку на год, я вот просто сижу и думаю, блядь, ну, через год она кончится, ну, не будет. Ну, вот, смысл мне переходить на ризен, вот, что бы я хотел сделать вполне, как, по крайней мере, рек его использовать. Если через год у меня его, блядь, не будет, мне нужно заплатить будет за него, ну, 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 почему? Не знаю, подписки бич просто современного продакшена и вообще всего остального, пошли в жопу эти подписки. Да, это удобно в какой-то, для кого-то, да, то есть, да, это удобно, это дешево тоже, но, я говорю, кому-то захочется, кто-то у тебя все отберет, у тебя нет ни проектов, ничего, то есть, вот, как, например, случилось с тем, кто в России, допустим, живут, да, то есть, другими плагинами, то есть, ну, смысл это, кто знает, что будет завтра, да, то есть, какая страна окажется в таком же положении и все, и, типа, у тебя отберут или еще что-то случится. Короче, не знаю, я против подписок, это мое мнение, вот. И Risen, по-моему, мнение не стоит столько, то есть, он должен быть дешевле, то есть, чтобы на себя привлекать. Вот, апдейт, вроде, бесплатно дают, по-моему, да, то есть, free Risen upgrade, included, ну, такое-то, это не тянем. Ладно, за что все-таки можно хвалить Risen? То есть, еще раз, возможно, у вас сложилось неправильное впечатление, что я только его ругал, но нет, я, ну, так как я с Risen'ом имею большую историю, все-таки, другие давки я знаю, как должны работать тоже. Ну, для себя, я все говорю за себя всегда, то есть, если у вас со мной не похожи, ну, там, привычки, да, workflow, вообще, абсолютно нормальная тема, то есть, я для себя говорю. Вот, я его поругал, но можно похвалить, на самом деле, то есть, похвалить его можно все-таки за, действительно, ну, блин, отличный набор. То есть, Risen, я вот, вот, буквально очень хорошо себя представляю, любого новичка, да, вот, нуба, который ставит Risen, у него ничего больше нету, то есть, ни одного, там, ни плагина, ничего, короче. И он все получает, вот, от начала до конца, что ему надо. Ну, другой вопрос, конечно, да, что, типа, ему приходится, ну, скажем так, более ответственно подходить к каждой штучке маленькой, да, потому что, ну, в других давках, там, фрутилупс, это кинул какой-нибудь эффект, и, ну, тебе насрочит за эффект, ты, может, там, одну ручку, короче, покрутил, и окей. Здесь, вот, из этого, вот, аналогового workflow, то есть, тебе нужно, действительно, разбираться желательно, крайне желательно в каждом эффекте, и, прям, ну, думать, короче, то есть, что ты кидаешь, куда кидаешь, куда, что идет. Ну, в любом случае, то есть, это хорошо для обучения, то есть, чувак будет понимать плюс-минус, что происходит вообще, ну, как звук делается, да, то есть, ну, я не мысль, что это идеальный, там, какой-то такой обучающий станок, да, то есть, ну, вот, это больше обучающий станок, чем, там, не знаю, любой другой, да, в котором, в чем фрутилупс, например, да, тот же сам, или, там, Айблтон, например. Очень крутой набор, очень красиво, классно выглядит, то есть, вот, просто смотреть на это приятно, то есть, вот, ну, не знаю, вот, с этим последним апдейтом секвенсора, ну, вот, красота, ну, просто секс, не знаю, очень, очень клево, очень круто, вот, ну, и можно, да, то есть, потестировать, там, по подписочке, в принципе, 20 баксов, то есть, не такая же большая цена. Она, действительно, если ты пишешь, там, от случая к случаю треки, то изи залетает, то есть, можно, ну, типа, подписаться. Отличный звук, то есть, я абсолютно не согласен с теми, кто говорит и продолжает настаивать, что Reason плохо звучит. Он звучит не так хорошо, конечно, как дорогущие, там, может быть, ценой по половине этого Reason, да, то есть, всего, какие-то плагины, там, типа, дивы, там, не знаю, что им такое, но он звучит достойно. У него всё такое характерное довольно, да, то есть, ну, не знаю, мне нравится, то есть, Ризановский звук, и, самое главное, его звук всегда фановый, то есть, ну, всегда с ним, короче, приятно, прикольно возиться, то есть, если слышишь какой-то эффект от этого, да, чёткий, яркий, короче. То есть, ну, типа, конечно, не идеальное звучание, но очень-очень хорошее, на уровне всех остальных давок, ну, 100%, то есть, ну, Фрутилупс, ну, точно не лучше. Случает, 100%, то есть, Ableton, я не знаю, конечно, поспорил, да, и битвик тоже, наверное, бы поспорить, битвик получше, наверное, звучит всех вместе взятых, вот, но, ну, Reason супер достойный, конечно, вот. Вот, ну, и, в принципе, с последним апдейтом, ну, в принципе, если два монитора взять, можно или его рассматривать, как ещё одну просто стандартную давку с рейковым workflow, ну, вот и всё, наверное. Вот, но тяжело мне понять, кому можно рекомендовать, вот, Reason просто так вот с ноги, почему его надо выбрать именно по отношению к, ну, там, каким-то другим давкам, вот, к Ableton, к FL-ке. FL-ка, например, да, то есть, стоят дешевле, то есть, хотя они тоже, FL, вы видели, кстати, что FL-очники творят? Они под шумок, никто не видит, никто не видит, они, короче, стали свои, свою ценник, свой ценник повышать. Так, подожди, choose your edition, подожди, чё, buy now, чё, блядь, подожди, короче, они чё-то там стали повышать не в тему, хотя, вроде, нет, хотя, вроде, 200 баксов, не знаю, вроде, вроде, вроде не стали повышать. Вот, но полная, самая ультраполная FL-очка, FL-студия O-плагин стоит же столько же, сколько Reason, 500 долларов, а там гораздо больше всего, гораздо больше, включая сэмплы, включая плагины, там синтов только, наверное, штук, ну, я не знаю, ну, штук 10 минимум в FL-очке. Короче, Ableton, ну, Ableton дороже в два раза почти, но всё равно, то есть, мне кажется, что эта цена Reason неоправна, непонятно, вот, цена непонятна, куда идут, то ли стремятся больше аудитории охватить, то ли своим каким-то угодить, но, блин, почему своим надо угождать, создавая новый какой-то ненужный синтезатор, вообще, нихера непонятно, ничего непонятно, почему Reason вот 13-ый такой стал. Ой, ладно, короче, в любом случае, я крайне уважаю Reason, люблю его, ещё раз, не воспринимайте это как hate Reason, нет, ни в коем случае не hate Reason, это просто такое, как скажем так, дружеское журение, типа так, ну, вот, ты так, как с друзьями, да, как в этом, не знаю, общаетесь вы или не общаетесь, ну, типа, ну, ты говноед, конечно, ну, люблю тебя и уважаю, вот, примерно так вот с Reason, короче, у меня такие же отношения, ну, пока больше, конечно, склоняюсь к тому, что переходить не буду, вот, да, и Reason спасает, единственное, очевидно, это Rack, ну, то есть, если вы хотели, например, Reason, всё-таки звук и workflow, ну, или вообще набор, да, то есть, вы можете просто всегда его подключить тупо как VST плагин, то есть, Reason Rack плагин, он почему-то отдельно для, ну, хотя почему-то, для плагинов и для эффектов, ну, типа, получить просто в своей любой давочке, да, то есть, нормальный наборчик, причём с Rack экстеншенами тоже со всеми, ну, вот это, вот это классно, то есть, если убрать, ну, типа, вот, только вот это вот точнее брать, то, смотрите, даже скейлится хорошо, то есть, например, здесь я могу, ну, в плагине, да, Reason, нормально себе заскейлить, чтобы у меня не было всё такое мелкое, потому что, например, в, ну, типа, если скейлить весь, весь Reason, то есть, вот, ну, тут можно заскейлить, то есть, например, application Zoom, но тогда скейлиться вообще всё, то есть, вот эти вот кнопочки, менюшки тоже, а мне надо было бы только, ну, вот, плагины в Rack и заскейлить, потому что мне не нравится, что они такие мелкие, да, то есть, ну, почему-то это не работает в, ну, только на Rack это желательно, чтобы работало, но в плагине это работает шикарно, вот, смотрите, всё очень красиво, потрясающе, не знаю, мне очень нравится вот так вот в Rack'е Reason юзать, да, то есть, скорее всего, этот год и буду этим заниматься, то есть, буду активно, ну, тыкать, но в самом Reason'е, пожалуй, нет, то есть, ну, вот, сидеть в нём просто, как в основной давке, ну, нет, это больно, то есть, пока всё ещё, всё ещё больно, отображается автоматизация, ну, давай быстренько, да, посмотрим, ну, давай, ну, о чём там, например, там, какая-нибудь, на вот, мастер, да, допустим, тыкну, чё-нибудь прорисуем тут, ну, например, вот так, ну, типа вот такого, ну, то есть, очень похоже на обычную, стандартную, человеческую давку, я, чё, а чё он, он, этот клип не вместе с этой, автомэшн клип не вместе с медиа, ой, аудиоитомом, что ли, перетаскиваться, непонятно, ну, короче, да, то есть, выглядит всё как стандартная давка, как Cubase, плюс-минус, то есть, похоже, копировать можно, мотать нельзя, ну, аудио, это какое-то редактирование, это вообще забей, то есть, ну, тут, спасибо, хоть что такое есть, ну, те, кто в Risen не работают, они, как бы, не из-за этого ценят, вот, склеить Risen в проге очень живёт с видеокарты много чё, ну, давай посмотрим по-быстрому, сколько, например, оперативки живёт Risen, то есть, ну, для меня это тоже такой небольшой показатель, ну, 2 гига сейчас у меня, да, сжирает Risen, учитывая, что у меня ничего нет, то есть, буквально, вот, сэмпл, парочку эффектов, 2 гига, ну, это меньше, чем Mableton или FL-очка, ну, примерно столько же, короче, то есть, это вообще, конечно, не Reaper, то есть, допустим, тот же Reaper, да, вот сколько у меня, с Risen extension, ну, типа, VST-шкой, да, то есть, он 800 мегабайт живёт, то есть, ну, Risen, ну, я не, тормозов я не замечаю, то есть, всё работает отзывчиво, конечно, ну, про больших каких-то проектов пока не удалось посмотреть, надо будет потом чекнуть, вот, но чё-то, мне кажется, что всё нормально будет, то есть, Risen, ну, у него, по-моему, всегда был вполне себе отзывчивый интерфейс, я вообще не помню, не помню лагов никогда в нём, если честно, хотя, я не знаю, какой он сейчас, надо, надо тестировать, как говорится, вот, так, ещё напишу, что очень удивительная оптимизированная программа, несмотря на сколько мне много всего, ну, так это же и был его плюс основной, то есть, все говорили, там, работай в Risen, потому что, ну, типа, без VST-шек, потому что они все оптимизированы, они все мало жрут, и у тебя, ну, там, даже на слабеньком компе, да, то есть, хорошо будет вытягивать, ну, вполне полноценный и большой проект, ну, так, в принципе, есть, то есть, ну, конечно, не Reaper, то есть, по загрузке это всё равно, ну, далеко не Reaper, вот. Это связь, он так живёт на больших проектах, на старт-плагерах не больше 4 гига, вполне верю, вполне верю, но, правда, любые какие-то сэмплеры сразу увеличат наверняка этот показатель до большого объёма, вот, ладно, посмотри Risen, ещё раз, мой, ну, типа, вердикт, как человека со стороны, ещё раз, со стороны, я не пользователь Risen, но стремящийся, как говорится, именно как апдейт, 12-13, ну, полный посос, ну, только бесплатно, короче, только если забирать, ну, я надеюсь, что они его, ну, не требуют за него деньги, если так, то окей, вот, как, просто Risen, как, если рассматривать 13-ю версию, оценивать её как полноценную давку, ну, она хорошая, ближе к другим давкам остальным становится, да, то есть со своим, типа, колоритом, скажем так, да, то есть, но ближе идёт, то есть, это хорошо, то есть, мне нравится, что они, ну, более-менее хотят всё-таки новую аудиторию забирать, но, опять же, через жопу, то есть, немножко через жопу, то есть, те, кто в Risen не работает, они, конечно, всё будут хвалить, но, вот, говорю, не появилось ощущение, что хочется переехать на Risen, да, вот, просто, чтобы получить всю его, там, красоту и, там, и звук, то есть, не появилось, вот, ну, почему-то, поэтому могу рекомендовать, ну, только, если вы фанат Risen, и если это ваша первая давка, например, то есть, очень тоже хороший выбор, всё, то есть, если вы сидите на любой другой, на FL-очке, на Ableton, на Bitwig, на Reaper, вообще нет, только как вести плагины, и то, и то, и то, я бы подумал 20 раз, то есть, стоит ли это вообще использовать, если у вас уже огромный, ну, там, набор, да, своих вестишек, вот, короче, Risen, как был для фанатов, сделанный фанатами, так и остался, по сути, то есть, даже 13-я версия нихрена не поменяла, вот, ну, ладно, короче, такой вот обзорчик, давайте почитаю, что вы там написали, засрали меня, небось, да, а то, что не разобрался, ни в чём не разобрался, эх, это, ругает, Risen, наш святой, так, в 2006 году открывал спресс 150 дорожками, в 2006 году у тебя не было аудиодорожек, у тебя там всё миди было, поэтому, ну, это, как бы, окей, скейлить Risen в проге, он уже живёт очень много, ад, про это, годик потерпеть, next, обнову за ту же цену получить, апгрейд с версии на версию, 200 долларов, не, да ладно, вот за это 200 долларов не может быть, это просто прогрев, блядь, тысячелетия тогда, если вот это 200 долларов стоит, но пока непонятно, завтра, короче, узнаем, то есть, когда выйдет уже официальная версия, да, то есть, ну, тогда посмотрим, но если на 12, на 13 с 12 200 баксов стоит, минус сразу, огроменный минус, то есть, нет, это вообще не стоит этих денег абсолютно, то есть, даже, даже не думайте, ну, только если вы ультрафанат, зажиточный крестьянин какой-нибудь, ну, это вообще, конечно, дикий провал, если так завтра посмотрю, завтра посмотрю, но вроде написано, что фри апгрейд, не знаю, может быть, это если фуллу лицензию покупать сейчас, типа такая скидка, ну, короче, это, конечно, звучит прям абсолютно отстойно. Ладно, всё, давайте закругляться, так уже перетянули, всё, спасибо, что посидели, не забудьте на каналчик подписаться, на ютубный, поставить лайк, видосы регулярно выходят, я стараюсь их записывать регулярно, поэтому давайте лайкосики проставляйте, чтобы больше видео было, вот. Так, ну, и на телегу нашу подписывайтесь, подписывайтесь на Колю Auroflow, который, ну, собственно говоря, подарил практически, мне сказать, считай, годовую подписку на Reason, обязательно подписывайтесь на Коляна, вот, на наш телеграмный канал Emphasis 808 подписчиков, это как 808, когда будет 909, надо будет тоже, короче, подписывайтесь, блин, давайте, давайте, долбите в телегу нам, там всякие анонсы, вот, например, я выложил фоточки свои всякие эксклюзивные, как вон на лодочке, смотрите, плаваю, короче, ещё там можно всякие такие штуки смотреть, ну, и, конечно, в наш телеграмный чат, и главное, заходите, TG Premium, наш Emphasis Premium чат, там, где мы демки оцениваем, трем за автоп, там, например, кто-то вот Лаймваксом интервьюхи, интервьюхой поделился, собираем участников на новые гонки, кстати, да, если вы хотите, то есть, поучаствовать, у нас есть рубрика, которая давно стоило бы, на самом деле, продлить, называется «Гонки продюсеров», то есть, это когда несколько продюсеров пишут на скорость один трек, да, то есть, какой-то, ну, за, там, час-полтора, если кто-то хочет в этом поучаствовать, с призами, с призами, это не просто так, ещё и с призами, вот, и попиарить себя, например, ну, и просто посоревноваться с кем-нибудь, то вот обязательно заходите в наш чатик, вот, ну, и ладно, спасибо, короче, всё смотрели, пишите свои впечатления про новый Reason завтра, в будущем, вот, увидимся очень скоро, пишите музыку в Reason, не в Reason, не важно, а где, вот, ладно, всё, всем респект, пока. Субтитры сделал DimaTorzok